Скажу одну конкретную вещь, которую нам необходимо сделать, из чего начнется эта страна. Она еще не состоялась, она еще по-настоящему не началась. То, что мы там принимаем бюджет на основе пенсии, тысячи, полторы тысячи гривен, значит только одно, что мы за счет пенсионеров сегодня содержим это государство. А нам необходимо сделать только одну вещь. И государство начнется победить в этой стране олигархию и политическую коробку. И раз уже 17-й год, я буду все делать, я ко сми лягу, чтобы состоялись перевыборы. И в парламенте появилась первая левая партия. Сергей, не перестаньте обязательно об этом поговорить. Чтобы мы олигархов запретили на уровне Конституции. Следующий Николай, да Николай, приготовьтесь, но сейчас Алена Шкрум. Вот Сергей говорит о борьбе с коррупцией. Первое, что нужно делать, первые шаги по борьбе с ней, да, по-моему, называть конкретные имена. Мы только что хотели это сделать, как мне показалось. Я просто хотела сказать, что как раз лотерея, это была в том числе плата за голоси Народного фронта. Потому что эти деньги идут в МВС, идут в Авакову, и он бы не проголосовал без этого. То есть конкретные имена имеют конкретные коррупционные потоки, и почему люди живут плохо. Это не абстрактная коррупция, это очень конкретные имена. Хорошо, кого кормит янтарь? Кого кормит нелегальная добыча янтаря? А кого кормит игорный бизнес? Звучайно, звучайно, так же самых МВС, и сами субботы. И платят зарплату народным депутатам Народного фронта. Я это от них слышал. Чему, чему, дивите. Проституции собирают по всей стране. И платят зарплату чиновникам, которые делегированы во власть Народного фронта. Это мафия. Вычищать, дезинфицировать страну, Авакова и Народного фронта, и Яценюка. Так что они сделали... Сергей, алена, вы продеваетесь, что они сделали. Я просто вы сейчас выгоняете меня уже. Вы вступаете в силы. У желания такого нет. Так вот, Алена, это очень важно. Знаете, что они сейчас делают? Новая стратегия. Так уж получилось, что я раньше был, ну скажем так, у меня есть некие знакомые в окружении Яценюка. Так вот, что они придумали. Они сейчас, понимая, что Авакову уже все, начали большую кампанию по отбеливанию Яценюка и Турчинова. Готовец к новым выборам и новому проекту. Вот вам, не получится. Мы все сделаем для того, чтобы вас посадить в тюрьму. Можно. Александр, если в тему, то можно. Очень важно не те, кто разъединяет общество, а кто может его примирить и кому есть доверие, когда я поднимал. Так вот, последние исследования показывают, что доверие есть. К армии, к волонтерам и к представителям церкви. Это те, кто как-то еще могут сбалансировать и успокоить. Абсолютно. Александра, к церкви абстрактное доверие. У нас есть три православных церкви, есть греко-католики, да, поэтому... Духовникам, давайте так. Это общее абстрактное доверие. Кому вы доверяете? Ну, это те, кто могут хоть как-то уравновесить немного и успокоить. Ведь повысить градус, да, недовольствие, это очень легко. Он и так достаточно высок. Ну, если я от себя замечу, что уравновешивать и успокоить можно, когда народ хотя бы более-менее сыт. Я бы радов и журналістам, и самим же этим занимаемся сейчас, потому что в Синниках Верховной Ради, конечно, ходили разговоры про то, что особо мажоритарникам на округ действительно гроши, причем назывались конкретной суммой 20 миллионов гривен, которые бы имели идти на эти округи. То есть я и наша группа народных контроль не голосовала однозначно за этот бюджет, потому что за него было категорично не можно в таком виде, особо с теми законопроектами, которые были приняты и передавали ему. Но проанализуйте, пожалуйста, округи тех депутатов, которые голосовали, и тех депутатов, которые не голосовали. И вся картина будет очень чудово видна и зрозумевна в данном случае. Но что меня вразило, например, когда 68-е, это изменение до бюджета, до бюджетного кодекса был проголосованный, а даже депутаты не читают висновки юридического управления Верховной Ради. Там было чётко написано «Порушение 11 статей Конституции», это в частине соцвиплат, это в частине перевода финансирования на центральную, на региональную и медичную осв работу. И это, я же не говорю про кнопкодавство, которое было в эту ночь, и все это чудово видели и знают. То есть и «Порушение двоих висновок Конституционного суду», один 2010-го, если не помиляюсь, и другий 2012-го. То есть ночь была долго, можно было спокойно это все почитать. А посмотрите, а если есть эти нарушения, возможно такой вариант, вот разъясните мне, что появится кто-то желающий, который подаст в суд на бюджет, и бюджет не может быть отъявлен. Так я рассказываю, или это из разряда экономической фантастики? Наша группа в парламенте нормального контроля сейчас подает подание в Конституционный суд, я закликаю тех депутатов, которые это поддерживают, потому что порушение 11 норм Конституции, двух висновок Конституционного суду, ну давайте уже припинемо эти речи, они уже говорят про ломание регламента и всего решения. Мы подаем это, сбираем сейчас подписи, а для того, чтобы это бесплатно отменить. Я думаю, что давно уже и свисток уже не свистит, уже все взорвало, цей чайник уже там ледь стоит на плиті, все, что можно было, уже взорвало, потому что недовира до влады тотальна, там 80% или 90%, оно же не имеет никакой разницы, уже не грает. Если при владе остаются люди безкарно, те, что продолжают брехать цинично, перекручивать цинично, все, что угодно, но они не делают ничего для народа, для людей. Они взяли себе фишку, мы сбільшили там зарплату, сбільшили там вдвече, 3200, и все, и вот они годуют, годуют, пробуют нагодувати людей, а люди не верят, им приходят платежки, они знают, сколько им нужно будет заплатить. Мама знает, что она за свою пенсию, моя мама, не справляется с этими платежками, если у меня что-то трапится, она не выживет, и никого не цікавить загалом, что там будет, мабуть, сбільшена зарплата вдвече. Все говорят, мы же не будем лучше от этого жить. Они соби сбільшили зарплату, они разкрали миллиарды, они задекларировали сотни миллионов. Никто тотально не несет ни за что ответственности. Третий год войны. За минулий год загинуло сколько у нас бойцов? Кто скажет. В 2016 году ничего позитивного в Украине не произошло. Мы не повернули территории, мы ничего не сделали, чтобы выиграть эту войну, и у нас загинуло близко півтисячи бойцов. Чтобы было понятно, кто-то пробует сказать какие-то позитивы в 2016 году. В 2017 году я вам гарантирую, что будет конец этой войны. Никакого замыливания очей или другого ничего не дадут. Нам уже все это на бридло.